В это сложное, неспокойное время, как никогда, нам нужно единение. Единение всех нас, священнослужителей, руководителей всех рангов, общества, церкви, государства, в целом нашего народа. Не должно быть никакого раздрая. Мы вместе все должны решать задачи обеспечения стабильности и спокойной жизни наших людей. И вот пример такого единения подает нам Господь наш, Иисус Христос. Смотрите, дорогие друзья, ведь некоторые до сих пор удивляются, почему Христос вот уже более двух тысяч лет оказывал и оказывает такое колоссальное влияние на людей, да и на жизнь человечества в целом. Две тысячи лет прошло. А были же лидеры, у них были религиозные, нравственные учения, они оставили след какой-то мировой истории. Но вот их влияние не идет ни в какое сравнение с влиянием Иисуса Христа. Вдумайтесь, ведь по сути в течение всего трех лет, когда Иисус был на земле, он проповедовал людям Слово Божие. И ему удалось в течение трех лет только изменить мир на последующие двадцать веков. А ведь Христос не был ни могущественным царем, ни всесильным полководством, ни государственным деятелем. Он не имел богатства, он не был олигархом. Он жил, как обычный человек, среди простых людей, ходил среди них, рассказывал им проповеди, знал их проблемы, нужды. Но вот в этом-то, в этом и заложен свой особый высокий смысл. Потому что Иисус всей своей жизни показал, что убеждает и побеждает ни внешним насилием, ни силой власти, ни долларами, ни военным могуществом, а побеждает крепостью Духа, мощью своей веры, своей глубочайшей внутренней убежденностью, силой своего личного примера, своей готовностью к самопожертвованию. А ведь некоторые из руководителей даже не выходят в коллективы, даже не встречаются, даже не рассказывают самые тяжелые, даже ответственные моменты. А Христос объединял людей, принося в их души нерушимые нравственные заповеди. Не уби, не укради, не лги, люби ближнего, почитай родителей, помогай слабым, беззащитным другим. Вот все. Вот и все идеи, которые ищем там, национальные, за национальные и так далее. Вот они. Две тысячи лет назад сказал про них Иисус Христос. Он впервые сделал жизнь по совести главным нравственным законом для всех людей. То есть, всемирно известная фраза, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, является главным смыслом учения Иисуса Христа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ